Уголовно-исполнительная система республики продолжает развиваться. Итоги работы ведомства подвели сегодня на расширенной коллегии. Сейчас вовсе не делают ставку на занятость осужденных и развитие производственного комплекса. До конца года здесь намерены существенно нарастить объемы. О ключевых цифрах и задачах сюжет Дмитрия Ковалева. Сейчас только в колониях и СИЗО республики заключены под стражу или отбывают сроки более 7 тысяч человек. Не столь отдаленные места находятся под надежной охраной. И это подтвердил прошлый год. Сотрудники УФСИН не допустили нарушения порядка. Оперативная обстановка в нашем управлении за 2017 год оставалась достаточно сложной. Но вместе с тем управляемой, контролируемой. И мы можем отметить, что стабильность оперативной обстановки не позволила нам допустить особо учитываемых преступлений. Зарегистрировано, так правильно сказать, у нас за 2017 год 18 преступлений. Для осужденных, готовых трудиться, в УФСИНе продолжают создавать новые рабочие места. Сейчас они приносят пользу и городу. Спецконтингент регулярно направляют на благоустройство улиц. Мы сейчас привлекаем наших осужденных, которые содержатся в колонии и поселениях, для работы на таких предприятиях, как УАО «Чебоксарский агрегатный завод», акционерное общество «Желинстрой», «Дорекс». В УФСИНе встали на путь самообеспечения. К примеру, в «Аллатаре» сейчас сеют зерновые культуры, выращивают овощи и разводят скот. Произведенную продукцию поставляют в пищеблоке колоний всего региона. В ведомстве развивается и промышленный сектор. Осужденные шьют одежду, выпускают строительные материалы и даже автоприцепы. Сейчас в исправительных колониях республики выполняют заказы и для крупных корпораций. В ведомстве прогнозируют, что по итогам этого года объемы выпуска продукции приблизятся к миллиардному рубежу. Ключевая задача – продолжить работу по трудовой адаптации осужденных. Освободившись, они должны быть готовы к постоянно меняющимся реалиям. Митрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.